Вообще, местные дороги это что-то особенное. Сами трассы, как будто бы их делали немцы. Все четко прописано, разграничено, все замечательно. Въезжаешь в центр города, и там точно его планировали французы. Причем, когда они немного злоупотребляли свое легендарное вино. Потому что одна улица идет налево, сразу же направо, потом какой-нибудь зигзаг, и так весь город. Светофор, 5 метров светофор. Вот здесь даже нет желтой линии, которая разделяет две стороны трассы. Белые линии, так вообще про них не говорим. Пешеходные переходы еле видно, и так мы ездим. Кстати, нам нужно сделать незаконный поворот. Но так как мы в городе Квыбеке, надеюсь, нам это простят. Самое интересное то, что мы припарковались в самом-самом центре города. Легко нашли парковку. Полно парковочных мест. Заплатили 9 долларов за 3 часа. Получается 3 доллара в час. И в целом я хочу сказать, что трафика мало. Людей мало в центре города, и машин мало. И весь город принадлежит нам. Покузя, где хочешь, гуляй. Не так уж это и дорого. Поэтому решили вам это рассказать. Действительно необычно. Вон, знаем. Мы поднялись на самую высокую точку над городом Квыбеком. Походи сюда поближе. Вот, интересно, крепость с пушками, которые смотрят на реку Сан-Плоренс. А вот сама река, и мы начинаем поворачивать камеру, поворачивать. Вот так идем, идем, идем. И появляется вот такой шикарный пейзаж. Это что? Сейчас я вот отойду, чтобы люди насладились. И буду просто говорить. Нас удивила холмистость этого города. Мне кажется, даже такая легкая горная местность. Перепады высот существенные, но нет никакого ветра. Просто приятная, теплая атмосфера. Ну и вот мы наконец-то подошли к одному из самых известных отелей в мире. Le Chateau Fontenac. Говорят, что он самый фотографируемый отель. С другой стороны, причем он находится на таком обрыве, на скале. Я так понимаю, именно с этой стороны его любят очень фотографировать. Он находится на таком обрыве, на скале. Хорошо. Спасибо. что мне лично нравится в этом городе так это вот эти маленькие уютные домики и улочки в старом стиле тут можно прям кино снимать вот это у нас нотр-дам-де-клебек и главное главный кафедральный собор католический сзади нас давай подойдем сюда сити холл это где государство находится повсюду вон какие красивые ресторанчики старые дома и если я не сказал это самый центр города идем мы по этим уютным улочкам в поисках какого-нибудь вкусного французского грибного супа мы нашли ресторанчик где мы перекусим какой он красненький думаю что там будет вкусно пошли снимаем мы нашли то что я искал грибной супчик тем не менее мы зашли в этот ресторан и тут французского и луковый суп все мы должны его заказать в городе клубек нам бон аппетит а вы смотрите так сейчас мы его попробуем оправдает лед моей надежды или нет оправдал вкусно вот какой вот это вещь ух ты пока людей нет воспользуюсь воспользуюсь моментом чтобы заснять одну из самых старых улиц одной из самых старых частей города квебека вот такие красивые здесь старинные домики машины здесь не ездят только для туристов но люди здесь живут вот такие вот здесь ресторанчики магазинчики и улицы мы вышли на солнечную набережную вон там отель Ла Шато Фронтеняк это река Сан Лоренс причем река глубокая здесь вон большие корабли ходят вот это вкусно да друзья мы на гулять мы сняли по старому городу нашли вот такой уютный ресторанчик где нас греет обогреватель начинает темнеть просто приятная атмосфера и мы увидели вот такие вкусные кончикообразные палочки которые нас соблазнили и я не удержался признаюсь все на мне так что мы сейчас их будем пробовать а ну ммм вкуснота еще тут с мороженым класс так мы отдыхаем в Бэк-Сити так мы отдыхаем в Бэк-Сити готов в Бэк-Сила фонд так да вот и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok